Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. С вчерашнего дня мы начали озвучивать на нашем сайте, православный библейский сайт. Вот здесь есть ответы на вопросы. В общем, 4124. И поэтому, как у нас это получится, посмотрим, какой посещаемость будет и прочее. Вопрос 755. Какие противоречия с библией вы видите в учении сознания Кришны? Назовите их, а то ваше обвинение против них как бы голословно. Понимаете, а почему это так? Потому что на занятия ходили кришнаиты. Я выступал у них специально в университете. Аудитория была у меня, зал, хорошее отношение с ректором. Мне разрешали вплоть до актового зала. Много было. По Андрееву, Агни-йоге мне пришлось до конца объяснять им. Ну, то есть, это не фантазия за столом. Это вплотное соединение с этим учением. Ответ. Первая она. Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедший во плоти. Во плоти. Да, во плоти. Во плоти. Плоти загнал куда? Есть от Бога. И всякий дух, который... Не, есть от Бога. Есть от Бога. Во плоти. Вот они, ты считал? Да нет, я вот тут читал. А, тут. Ну, не виноват. Дальше. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Я это плохо слышу, поэтому прошу прощения, что тут ошибка была допущена. Так, откровение. Еще один вопрос. Давай. Давай. Вопрос 766 от Луки. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета, роди тебе сына и наречешь ему имя Иоанн. Но неужели святые будущие, соблазненные сатаной, не знали прежде, как отличить явление бесовское от ангельского? Ответ. На эту тему столько писано-переписано, но как были обольщаемы, так и будут. Причина в том, что мы не дисциплинированы, не бодрствуем, а спим на ходу. И вот ответ. Первая Петра. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Скажите, кто из вас не знает, как правильно переходить через дорогу? А ведь речь идет уже о сотнях тысяч задавленных, только из-за того, что они правильно переходили. С сегодняшнего дня вы уже не скажете про мой совет, что вы не слышали его, который я вам сейчас дам, и который помог мне многократно, и я не попал ни разу под колеса машины. А способ очень простой. С кем бы ты ни шел, обязательно остановитесь перед дорогой и возьмитесь за руки, не под руки, дабы не зацепиться ногами друг за друга. Итак, переходите дорогу, читая громко вслух. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Конечно же, нужно смотреть четыре глаза, и влево, и вправо, переходить на зеленый свет и только по зебре. Так точно Иоанн Завтаус, которого ни разу дьявол не мог обмануть, дает маленькие рецепты. Хотя бы тебе явился ангел, ты не верь. Рассуждай сам себе, что недостоин этого явления, и сотвори крестное знамение, и обратись к святым иконам, и никому никогда не открывай двери, не убедившись на сто процентов, что там нет чужих. У меня здесь есть маленькое правило, как только солнце коснулось горизонта, к себе никого не пускать, как бы они не обижались. Исключение бывает исключительно редко. Это правило, не доверяя чужим, я сохраняю при чтении любой литературы и даже канона Вселенских Соборов, Святых Отцов и даже Златоустов. То есть, сверяю все со Святой Библией. Вот и все. Ну, мы добавим еще и третий вопрос. Ну, что не считаешь? Вопрос 767. Виляр это истукан или дьявол? Ответ. Виляр это еврейское слово, обозначающее зло безбожия. Первое. Царь судей. Иногда этим словом обозначается смерть и погибель, иногда нечестивый. Псалом, наум. Апостол Павел Виляром называет дьявола. Второе коренция. Библейский словарь Эрика Ньюстрима. То есть, это не мое, откуда я взял эти данные. Человек поработал, я взял готовое. Маленький ответ дальше. Вопрос 768. Второй том. Женщина в молодости ворожила, занималась приговорками, гадала и так далее. Сейчас эта женщина болеет два года, полностью парализована. Развелась дистрофия, почти ничего не понимают, живой труп. Можно пригласить к ней священника? И связана ли болезнь с ее делами, указанными выше? Это у меня записки поступают, когда я за кафедрой был в разных университетах. Ответ. Нет, пригласить-то можно, да будет ли толк. Сегодняшним священникам прямо можно сказать. Еремея. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Мира нет. Мало того, сами Кашпировского смотрели, у Чумака заряжались. Еремея. И врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Вот и все. Я сам строитель, и когда служил в армии, то целый год находился на должности техника-осмотрителя воинских зданий. И инспектировал состояние строения ракетных частей Дальнего Востока. То есть определял их годность. Иногда просто ставишь крест, и здание уничтожается похлеще, чем от прямого попадания снаряда. А крестные жители в течение одной ночи разбирают все до фундамента, когда даешь им на это разрешение. Наше тело. Видите, а к чему это рассказывается? Наше тело есть хижина, избушка для души. И оно несет ответственность за все прежде бывшее. Но сказать, что именно за это наказан человек, говорит так, как говорили друзья Иова, упрекавшего его. Мы не имеем права, можем ошибиться. От подписания приговора, от утверждения причины болезни, руки прочь. Вот здесь вот нужно восхитительный знак было поставить. Поставь его. Лично мне известен был только один случай, когда такая душа истинно покаялась и истинно обратилась ко Христу. И когда теперь по старой памяти к ней кто-то приходил на извлечение, она горько плакала, стоя на коленях. Она исходила на слезы. И как священник поднимала руки над собой и падала лицом на пол. Господи, пощади, я снова вижу дьявола. Пришли к ней лечиться. Она лечила их. Пришедшего в лице этих людей он не оставляет меня. Обычно люди, занимавшиеся таким целительством, упорно и нераскаянны. Проданный сатане и приговор на их отвержение вступил в силу. Даже на тщательной тайной исповеди они о многом умалчивают. Я читал воспоминания одного схимонаха, как он исповедовал убеленного сединами такого всеми посчитаемого врача. Исповедь началась утром и закончилась глубокой ночью. Даже невероятно. На один день целиком. По всей вероятности, этот духоносный муж, батюшка, имел глубокий дар прозрения и знания Писания. Что является исключительной редкостью для православных священников. Он заставлял, умолял, упрашивал Стаса припоминать все и всех, кого он лечил, чтобы найти их и наставить на путь спасения. Он выдавливал из этого экстрасенса скрываемые им слова, добавки, которые он тут произносил шепотом во время сеансов. Когда говорил, считает, люди видят, он совершает молитвы, иконы, но когда он их лечил, он добавлял слова. Он говорит, припомни, кому какие говорил, священник и опять записывал, почему исповедь такая была. И теперь надо было с другим, уже легче было. Он выдавливал из этого экстрасенса скрываемые слова, добавки. Еще прежде на исповеди он говорил только о молитвах, которые считал превращивание в Отче наш, в Богородица, Девы и других. Священник держал его за руку и упрашивал, припомнить эти тайные слова, указывая на его возраст, возможную внезапную кончину. Это была не исповедь только, но это была блокада ожесточенного запершегося врага. Он гладил ее руку, смотрел ему в глаза и плакал. И, наконец, старец внезапно, как бы очнувшись, пал на колени и стал произносить никем и никогда не слышанные от него слова. Батюшка стал расшифровывать их, что они означают. И стала разворачиваться страшная картина, когда все молитвы переворачивались с ног на голову. Вот как можно исповедовать. Одного, а не просто рукой махнули, идите. Это убийцы стоят, священники-убийцы через депис. Вызванный по заказу сегодня, может быть, не достигший 30 лет священник, окончивший семинарию с короговоркой про бармошит разрешительную молитву, приняв, в кавычках, глухую исповедь от ведьмы, повторит ей несколько раз. Раскрой рот. И это все. То есть причастить ее. И это везде, и это всегда. Поэтому думать об исходе из этой жизни нужно заранее. И не надеяться на чудо великое, что тебе Бог при смерти приведет и исповедуется у такого монаха. Что значит болезнь, страдание в этой жизни? Если назначено болеть сто лет, то уже через один день страдания будут на один день меньше. И со временем все кончится. Серафим Царовский говорит, что если бы вся комната была наполнена червями, а ты сидел посреди них, и каждый из них прогрызал бы тебя во всех направлениях, то и тогда стоило бы все это перенести ради нескончаемого царства небесного. Я буду к вам обращаться. Добавите еще туда ролик? Или хватит? Хватит. А? Хватит. Хватит. Богу нашему слава. Хватит.